всем привет с вами даша кей и сегодня я попытаюсь превратиться в кавказскую красавицу если это вообще возможно из моего состояния которое сейчас перед макияжем я обычно выпиваю стакан воды чтобы избавиться от воспаленных угрей я буду использовать акне control solution это точный серум корректор в шприце этот состав я буду наносить прямо на покраснение он застывает корочкой которая оказывает антибактериальное действие и нормализует процесс обновления кожи также можно использовать как защитный пластырь от пыли и грязи дальше перехожу к увлажнению лица сперва использую подтягивающую корректирующую овал лица сыворотку от нового для меня бренда shine is произведенного в россии круговыми и впечатывающими движениями я наношу сыворотку на лицо чтобы она попала в более глубокие слои эпидермиса и как вы знаете любую сыворотку нужно закрепить кремом чтобы она работала внутри и находилась всегда в увлажненном состоянии именно для этого наносят всегда сверху крем кисточкой распределяя крем по лицу можно точно также нанести руками это кому как удобно shine is бренд высоких технологий поэтому у них есть крем который убирает темные круги под глазами никакого чуда конечно не происходит это обычная физика он света отражает и увлажняет кожу вокруг глаз тем самым убирая мимические морщинки которые появляются от того что мы улыбаемся щуримся плачем смеемся в общем мимика одним словом наконец можно наносить тональную основу я буду использовать легчайший тон от beauty drugs это вид сияющий модный в наше время тональной основы которая находится в стике но наносить я ее буду в качестве базы под более плотную тональную основу от эстелаудер на все средства из видео я оставляю ссылки в описании так что заглядывайте в инфобокс за растушевку будет отвечать кисточка которую я обожаю уже на протяжении долгого времени с ней не расстаюсь искусственная кисточка которая напоминает мне лапку бобра потому что она всегда находится как будто бы во влажном состоянии 14 номер кисть manly pro а вот и устойчивая тональная основа double wear от эстелаудер ее я использую с помощью спонжа когда я снимаю видос я просто не контролирую свои руки и опять я передала тональную основу на спонж кстати для этого тона вроде продаются помпы но ее у меня нет обратной стороной спонжа чистый я промакиваю излишки тонального крема чем он хорош тем что даже самый плотный тональный крем он сделает невесомым и это очень круто поэтому я часто использую бьюти блендер в работе с матовыми какими-то устойчивыми тональными основами мы плавно переходим к особенностям кавказского макияжа и в нем самое главное это идеальная матовая кожа с элементами сияния которые у нас тоже будут эту пудру я буду использовать для бейкинга ее много и она бесталька я набираю немного пудры и наношу ее под глаза на скулы на лоб все те места которые нужно сделать идеально гладкими фарфоровыми на кавказе девушки очень аккуратно с хайлайтерами поэтому я использую деликатный хайлайтер стеллари он бежево-жемчужного оттенка что на загорелой кожи создает естественный эффект и не переливается розовым перламутром поэтому этот оттенок подойдет больше для смугляных молдаванок в этом макияже нужно использовать максимально все по нюду нюдовая лично я опираюсь на свой опыт в школе у меня была одноклассница чеченка и я с упоением наблюдала за этой культурой со стороны но можно сказать близко и однозначно могу сказать любимое средство у девушек с кавказа это бронзер я стряхну бейкинг с помощью скульптора тире бронзера от заболем можно как подчеркнуть загар так и создать а дальше уже на полностью матовое лицо я наношу кремовый хайлайтер который главное обязательно потом застывает очень деликатно похлопывающими движениями то же самое можно сделать сухим но обычно на пудре сухой хайлайтер не держится поэтому я использую кремовый также я его наношу в качестве базы на внутренний уголок глаза и на подвижное веко следующий странный и кремовый продукт будет tint beauty drugs которая застывает это какая-то новинка они мне подарили на день рождения спасибо очень приятно хоть кто-то меня поздравил также буду наносить его на губы и на глаза интересный момент у большинства девушек на кавказе серо-зеленые или серо-голубые глаза поэтому я не просто так использую теплые оттенки на глаза и губы они будут подчеркивать голубизну глаз потому что потом я надену линзы очень странно наносить помаду на губы но я частенько этим занимаюсь и мне кажется то помада которая застывает это тоже самое что и кремовые тени но не нужно наносить это на подруг друзей потому что может быть у них есть какая-то аллергия а тем временем мы справляемся с проблемой вышедших из девяностых и двухтысячных четко прорисованные брови если брови и так густые то можно воспользоваться вот таким вот маленьким карандашом micro pencil у меня не густые все что брови но я им тоже воспользуюсь моем случае просто нужно будет нарисовать больше волосков либо другой стороной щеточки растушевать и получить теневую технику сами волоски я закрепляю прозрачным гелем самое загадочное у кавказской девушки это наверное глаза но самое легкое в махияже потому что это растушеванная стрелка я беру коричневый карандаш из наборчика трех карандашей без спешил прокрашиваю область между ресницами либо точками либо черточками как вам удобнее ввожу небольшую стрелку а потом беру просто ватную палочку и ей растушевываю стрелку на этом моменте или даже раньше можно надеть линзы чтобы понимать всю картины целиком по технике дрейпинг я буду наносить бюджетные не матовые сияющие румяна римль в оттенке 20 это красивый персиково-розовый оттенок наверное идентичный помаде все румяна просто находка и к это бюджетная конфетка в этом макияже необходимо подкрутить ресницы чтобы они смотрели наверх и можно использовать любую тушь я использую бьюти бомб бюджетную розовую но внутри черную тушь для меня девушки из кавказа остались каким-то эталоном порядочности пусть это прозвучит грубо но ее сейчас в наше время мало и я хотела создать как раз такой образ передать то что исходит у меня изнутри мое мнение об этом надеюсь у меня получилось с вами была дарья кей до скорых встреч пока пока увидимся в следующих видео